Бегут и журчат ручьи в селе Первомайское, причем бежать не начали ни весной, а летом. Источники забили сразу на девяти улицах, трубы советских времен прохудились, вода и сейчас продолжает течь на дорогу. Последнюю разбило настолько, что проехать здесь можно только на внедорожнике. Жители жалуются, звонили в управляющую компанию, но помощи так и не увидели. Где-то на прошлой неделе приезжали ЖКХ, походили, посмотрели, сели и уехали. И до сих пор их нет. По словам жителей, в период полива вода уходила, но сейчас, если оставить все как есть, порывы уйдут в зиму. Трубы перемерзнут и сельчане могут остаться совсем без воды. Водопровод требует ремонта, но экстренно нужно отремонтировать три улицы, считают местные. Большая проблема с водой на той стороне улицы Советская, это в сторону улица Пролетарская, улица Луговая, в другую сторону села. Это улица Калинина, там проблема с водой конкретно, летом вообще проблема. За ответами на вопросы жителей мы обратились в ресурсоснабжающую организацию. Там пояснили, сетям водоснабжения уже порядка 40 лет и ликвидировать все порывы одновременно невозможно. Сейчас они заняты прокладкой новых труб. Старым сетям придется подождать. Сейчас у нас основная задача это переложить этот центральный водопровод на улице Советской. То есть от него очень много проблем у людей, очень много людей от него запитаны. Вот дай бог, если все нормально, мы на этой неделе все закончим и поедем устранять все эти порывы, потому что скоро зима, надо это все делать. Предположительно, в течение двух недель все порывы будут устранены. В этом уверен руководитель ресурсоснабжающей компании. Всего менять надо 9 километров ветких сетей. Но когда в селе заменят все трубы, неизвестно. В администрации района пояснили, для этого нужно попасть в инвестиционную программу. МУК Первомайский коммунальный систем, который отслуживает село Первомайское, разрабатывали смертную документацию на капитальный ремонт системы водоснабжения полностью всего села. Проектно-сметная документация, вообще сам проект получился достаточно емкий. По финансам там несколько десятков миллионов рублей. Его реализация, возможно, в рамках краевой адресной инвестиционной программы, но с разбирательной этапа на несколько лет. Другими словами, если село попадает в программу, то в течение нескольких лет весь населенный пункт обеспечат новыми линиями водоснабжения. Возможно, это произойдет уже в следующем году. А пока жителям остается надеяться, что течь устранят все-таки до момента попадания в программу. Никита Ермаков, Алексей Фризин. День с толком.